Артем, первая шайба в сезоне получается. Это давит, когда не можешь так много матчей забить? Конечно. Что делаешь для того, чтобы меньше давило? Больше работаем, я уже не раз говорил это. В итоге что-то стараешься, бегаешь, бросаешь, она не заходит, а потом какую-то херню бросишь, и она заходит. Привет! Акбар содерживает пятую победу подряд, и настроение в Казани очень сильно улучшается. И хотя по игре еще есть вопросы, спасибо Локомотиву за то, что дали работу Игорю Никитину. Дмитрий Квартальнов сразу расслабился. Была небольшая надежда, что новый состав СДК КХЛ будет принимать справедливые и правильные решения. Но вчера эта надежда улетучилась. Нападающий СКА Евгений Тимкин в матче против Минского Динамо вступил в небольшую стычку. Попытался ударить соперника, но попал в арбитра. Накануне ему выписали наказание в три матча. Но, честно говоря, решение спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ снова вызывает вопросы. Три года назад в похожую ситуацию попал Артур Каюмов из Локомотива. Он тоже не сумел погасить эмоции во время драки, не заметил лайнсмена и едва не нокаутировал его. Насколько я помню, линейный даже попал в список травмированных. Ярославцу выписали тогда 13 матчей наказания, но там посчитали удар в голову соперника. Плюс матч за два больших штрафа, то есть за само страшное разрушение, Артур получил 8 игр. И теперь непонятно, почему нападающий питерского клуба наказан на три игры, а Каюмову в свое время дали в два с половиной раза больше. В чем разница? Оба явно не хотели бить судье. Тимкин сразу стал извиняться, но Артур Кайни не считается смягчающим астетистом. Специально пересмотрел оба момента, а не одинаковые. Более того, фолк Тимкина мне кажется более жестоким. Если Каюмов уже был в битве, то Евгений наносил удар первым. Вывод только один. СДК смотрит на принадлежность игрока к тому или иному клубу. Будь на месте Тимкина хоккеист, адмирала, ему бы дали 8 игр. Но спортсмен, выступающий за питерский клуб, может лупить судей за меньшую цену. Самое смешное, что никто от СДК такой лояльности не требует. Если бы они выписали справедливое наказание, то ничего бы не изменилось. Никто бы сотрудников не сослал на соловки. Однако страх слишком силен. Уже к концу сентября важнейший орган лиги полностью себя скомпрометировал. Первый матч за «Спартак» провел нападающий Джек Виртонен. Но все было плохо. В Казани девушки не танцуют, а он завершил встречу с показателем полезности минус 2. Игорь Захаркин стал главным тренером немецкого Крефельда в двух матчах у специалиста «Победа и поражение» и о других международных событиях. В НХЛ стартовали предсезонные матчи и в первых выступают хоккеисты, которым надо пробиваться в состав. За «Вегас» сыграл Додонов, его команда уступила Сан-Хосе, а у российского новичка минус 2. Сан-Хосе свой второй состав выпустил на этой ночью против Анахайма. Там российских ребят было гораздо больше, но команде это не помогло. Акулы уступили 3-6. Без очков остался Барабанов, у Князева минус 3, а Мельничук пропустил 2 шайбы после 6 бросков. Зато Александр Волков у «Уток» отметился заброшенной шайбой и передачей. Илья Коновалов из Эдмонтона провел полчаса в игре против «Калгари» и отразил 6-6 бросков. Нефтяники победили со счетом 4-0. У Задорова нейтральный показатель полезности, но 2 минуты штрафа, а также 2 силовых приема. Егор Соколов не набрал очков в игре от «Тавы» против «Финипега», хотя нанес 2 броска за 15 минут. Его команда победила в овертайме. За «Джет» сыграл Евгений Свечников в 14 минут и плюс 1. Илья Сорокин отразил 11 бросков за 33 минуты, а его «Аллендерс» победил «Рейджерс» 4-0. В составе последних 14 минут отбегал Кравцов, а Георгиев пропустил 2 шайбы после 11 бросков. Нэшвилл и Флорида провели два матча двумя составами. У «Хищников» можно выделить Тренина и Афанасьева. Они отметились голами, но у Якова еще и передача. Денисенко остался без набранных баллов. И, наконец, за «Вашингтон» против «Бостона» сыграл лишь один российский игрок Дмитрий Орлов. У него минус 1 за 25 минут. Этой ночью за «Торонто» первый матч проведет Никита Гусев. Еще добавим, что в юниорскую лигу США отправлен Илья Николаев из Калгари. А Матвей Петров из Эдмонтона отправился в лигу «Онтарио». И последний участник матча звезд КХЛ. Лучший снайпер Сибири одного из сезонов Никита Михайлов не нашел себе работу в главной лиге и подписал контракт с красноярским «Соколом». 23 года парню. Наверное, уже ветеран. До свидания. Ребята, ну логики совершенно никакой. Продолжение следует... Продолжение следует...